МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный вечер на канале СТВ в студии Ольга Бельмач. Здравствуйте. Главное к этому часу. Проблемный Белый лес Бумпром, модернизация деревообработки. Идёт с трудом, да и в отрасли не всё гладко. Все острые вопросы подняли на совещание у президента. Об этом детально расскажет Наталья Бреус. Врачу-анестезиологу 4, главному инженеру 3 года лишения свободы суд. Вынес приговор по делу и комиссервиса. Подробности у Дмитрия Байровича. Мороз всё крепчает. Как переживает холодосеверный полюс Беларуси, Витебщина, и как согреваются в самом холодном населённом пункте страны, выясняла Анастасия Вуд. Александр Лукашенко поручил завершить модернизацию предприятий деревообработки к концу года. Это итог большого совещания, на котором говорили о проблемах и перспективах концерна Беллес Бумпром. Идея совершенствования отрасли была своевременной и прогрессивной. В настоящее время реализуются проекты на миллиард евро, но сроки выполнения затягиваются. А ведь от обновления производства зависит экспортный потенциал страны. В чём загвоздка, расскажет Наталья Бреус. Именно концерн Беллес Бумпром в целом и деревообработка в частности в последнее время под пристальным вниманием. Оно и понятно. Девять ключевых предприятий в процессе обновления. Реализуются проекты на миллиард евро. Вот в Витебске, например, решено наладить выпуск плит МДФ. Кстати, именно там и должно было пройти совещание по вопросам работы концерна. Мы договаривались встретиться в Витебске, дать оценку очередному этапу хода модернизации, да и определиться по некоторым кадровым вопросам. Как видите, сегодняшняя встреча у нас проходит не в Витебске, а в Минске. Александр Николаевич, а почему? Низкая эффективность вентиляционной системы формовочного пресса. Уровень формальдогида изначально превышал в пять раз в предельно допустимой концентрации. Сейчас превышает в два раза. Поэтому в цехе находиться без респиратора не безвредно. Работаем вместе с проектантами для того, чтобы улучшить вентиляционную систему. Сегодня, если мы поехали в Витебск, вы увидели бы работающую линию формования и прессования. Выходит плита, плита 100% максимум. Я спрашиваю, почему мы не в Витебске, Кобяков? Срок ввода Витебс-Древе модернизированного предприятия 1 декабря 2013 года. Это с учетом завершения строительно-монтажных работ и пусконаладочных. По контрактам срок завершения пусконаладочных работ после установки оборудования 3 месяца. В данный момент идет техническая работа по отладке работ оборудования. Просто предприятие к выпуску продукции, даже в небольших объемах. Вот сейчас докладывают, что 20-25% мощности они буквально вчера запустили. Но режим нестабильный. Докладывать о том, что предприятие введено в эксплуатацию и дает продукцию пока нельзя. В декабре правительство обещало запустить эти производства. Это три завода. Формование плиты, ее шлифовка, вторая линия и ламинирование. В середине декабря была получена первая витебская плита. Сейчас идет отладка технологических режимов. Почему вы не выполнили обещанные, даже семашка, консервативный срок, в середине декабря получить продукцию, о которой вы только что сказали? Было желание сделать это в декабре. Это правильное желание. Но я думаю, что есть и основания для того, чтобы в феврале работа была обеспечена. Руководитель предприятия здесь присутствует? Так почему не выполнены обещания? Я не говорю о том, что я десятки раз переносил все эти сроки. Были просчеты и проектного института, и строителей. Недостаточно было людей на площадке. Ведь решение президента – это закон. Вы нарушили закон. Работали день и ночь, товарищ консистент. Андрей Владимирович, пригласите генерального прокурора, поручите в рамках уголовного дела рассмотреть все вопросы и посчитать убытки. Сама идея была своевременной – модернизировать производство, чтобы нарастить экспорт, конкурировать на рынке и зарабатывать валюту. Помимо деревообработки, речь идет о выпуске беленой целлюлозы в Светлогорске, мелованного картона в Добруше и бумаги в Шкове. Нам надо диверсифицировать производство. Это процесс длительный, боюсь, постоянный для нашей страны диверсифицировать по причине того, что уж слишком мы завязаны на ресурсы, комплектующие и прочие запчасти по импорту и слабо используем сырьевые ресурсы собственной страны. Вот деревообработка как раз призвана своей модернизацией устранить эти перекосы. Дело в том, что в Беларуси на душу населения приходится 173 кубических метра. Леса в 2,5 раза выше мирового уровня. Тем не менее, до недавних пор в нашем экспорте преобладал еще один момент. Лес кругляк или дешевые полуфабрикаты. То есть мы продавали лес кругляк, спилив дерево в лесу, быстренько везли его за границу. Тем самым за копейки продавая поднимали мебельную промышленность в Германии, во всем Евросоюзе. И оттуда покупали потом мебель, качественную бумагу и другие продукты с высокой добавленной стоимостью. Проекты по деревообработке в процессе, но вот сроки выполнения постоянно затягиваются. Президент неоднократно лично бывал на этих предприятиях. Критиковал управленцев за явные провалы. Госконтролю было поручено организовать специальную рабочую группу, которая проанализирует деревообработку. Оказалось, 7 из 9 предприятий отрасли убыточны, а модернизацию нужно ускорить. Среди причин отставания, просчеты проектировщиков и строителей новых объектов, недостаток кадров, директора на некоторых заводах менялись по 4 раза. Да и банки не всегда в срок выполняли обязательства по кредитованию. На начальном этапе главный идеолог концерн «Белолесбумпром» и руководители деревообрабатывающих предприятий не имели выверенной стратегии модернизации отрасли. Это привело к шараханию от одной концепции инвестпроектов к другой, неоправданному затягиванию сроков их реализации, а также увеличению финансовых издержек. К примеру, бизнес-план проекта «Могилёв-Древо» пересматривался 7 раз, «Борисов-Древо» – 5 раз. Несмотря на создание государством еще в 2007 году благоприятным условием через указ президента номер 529, активное привлечение инвестиций было начато только в 2011 году. При этом просчеты в бизнес-планировании, а в последующем в проектировании и строительстве привели более чем к трехкратному увеличению объема инвестиций. Все эти недоработки привели к жестким кадровым решениям. В декабре 2013 года в концерне новый руководитель. Его задача – навести порядок на производствах, решить финансовые вопросы и вопросы сбыта продукции. Юрий Назаров признает – действует концерт неэффективно, координация в отрасли хромает. Будет вестись жесткий мониторинг цен и анализироваться эффективность продаж. Второе – это освоение новых рынков сбыта. Для этого проводим работу по реорганизации отраслевого экспортного оператора, основная цель которой – перейти в кратчайшие сроки от реализации лесоматериалов к реализации новой продукции с высокой добавленной стоимостью. К концу 2017 года экспорт продукции по концерну планируется на уровне 1,4-1,5 миллиарда долларов США. И превысит уровень 2013 года более чем 2,4 раза. Положительная сальдо внешней торговли достигнет 810 миллионов долларов США. Выручка от реализации на одного среднесписочного работника составит 67,7 тысяч долларов США. А глубина переработки древесины составит почти 81%. Таким образом будет создана практически новая деревообрабатывающая промышленность республики. Планы радужные, но есть вопросы и по сбыту. Точны ли расчеты и куда потом девать продукцию? Перспективным называют российский и азиатский рынок. Хватает вопросов и по сырью. Лес нужно закупать на бирже. Своих оборотных средств не хватает. Это проблема общая. Что главное вы увидели в своем министерстве сейчас? Вы испугались. Надо оборотные средства, которых сегодня катастрофически не хватает на предприятиях. Те же мосты, которые вы привели к примеру, к сожалению, сегодня не может загрузить современное фанерное производство из-за того, что не может купить фанерное сырье, которое есть сегодня в предприятии именно лесхоза. Что за проблемы? Когда инвестиционные проекты просчитывали по модернизации, про оборотные забыли и посчитали, что они сами с собой появятся. А это тоже огромные деньги. Здесь, наверное, был бы лучший вариант, если бы собственник, то есть правительство, дал займы под, может быть, 1-3%. Это решаемый вопрос. У вас есть два года. И если вы не возьмете эти деньги в собственные руки и под гарантией каждому здесь присутствующему, вашему директору, не дадите, глядя в глаза, и не обяжете его вернуть вовремя, вы знаете, что с вами будет. Я вас просто не пугаю. Я вам говорю, потому что у меня другого выхода не будет. Это деньги. Это государственные, это народные деньги. В противном случае я буду крайним и я буду виноват. Я должен за это ответить. И это правильно. Реализация и возврат кредита – это вопрос номер один. В противном случае нечего предъявлять банкам претензии. Конечно, немало шишек уже набили в деревообработке. Но овчинка стоит выделки, доказывает пример Ивацевичей. Поднимать деревообрабатывающее производство туда поехал бывший руководитель концерна Владимир Шульга. Модернизация позволила вдвое увеличить объемы производства. Моё глубокое убеждение, и это показывает результаты работы, деньги нужно вкладывать в новое производство, в новый завод. Что такое 10% нового завода? Это 30 тысяч кубометров плиты дополнительной. То есть вкладываем миллион, два миллиона евро. И останавливаться нельзя. Но всегда меняются технологии, подходы и так далее. В крайней мере то, что сегодня говорят европейцы, тот же Земпелькамп и те делегации, которые приезжают к нам посмотреть, как работает завод. Я думаю, что выбор был правильный, и мне как бы никаких сомнений нет. Старой площадки сегодня, я думаю, что уже, наверное, не было. Главная задача, это, если хотите, государственная. Чётко определиться на месте, без разного рода консалтингов, что будем делать на старой площадке, чтобы полностью загрузиться в этом кусте Вивацевича. Разговор длился почти три часа. Здесь присутствовали руководители предприятий, концерны-губернаторы, помощники президента и правительства. Каждый из них делает свой вклад в будущее отрасли. Подводя итоги, Александр Лукашенко дал поручение администрации президента. Подготовят нормативно-правовой акт, где определить окончательные сроки модернизации всех предприятий деревообрабатывающей промышленности. Исходя, особо это подчёркиваю, из того, что они обещали до сегодняшнего совещания. Скорее всего, это будет декрет. Нет, если законом не подусмотрена уголовную ответственность за нарушение этих сроков. И определить персонально от премьер-министра до руководителя предприятия. Другого выхода у меня нет. Все предприятия, которые вошли в государственную программу инвестиционную, и те предприятия, о которых я сказал дополнительно, они должны быть. Эти проекты в этом году закончены. Крайний срок 1 декабря. Но вы сами определили для себя эти сроки. Они будут прописаны в соответствующем документе под вашу уголовную ответственность. Кто будет отвечать, несёте предложение. Но губернаторов оттуда исключать нельзя. Без дисциплины, железной дисциплины, вы ни одного вопроса не решите. За жёсткость требований с вас никто спрашивать не будет, если будет результат. Поэтому нечего оглядываться на кого бы то ни было. То, что касается раскрепостить директоров и прочее, не мешайте им работать. Там есть министр, есть три с половиной десятка предприятий. Они будут принимать решения. И ориентируйтесь на руководителя своего ведомства. Если нужно, он согласует напрямую со мной те или иные ваши действия. Но в плане производства и продаж, технологий и прочее, вы там хозяева. Действуйте и несите ответственность. По сути, руководителям предприятий концерна «Белый лес Бумпром» выдан большой кредит доверия. Ведь именно 2014-й станет решающим для всей белорусской деревообработки. Наталья Бреус, Ольга Юрут, Николай Синчилов, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Сегодня суд огласил приговор по делу Экомедсервиса. Виновными в смерти пациентки Кубарева признали троих уже бывших сотрудников медцентра. Родителям погибшей возместили моральный ущерб. Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту смерти Юлии Кубаревой. После пластической операции 25-летняя жительница Гродно так и не пришла в сознание. Спустя четыре недели девушка скончалась. Дмитрий Байрович следил за процессом. В зал суда главный фигурант дела, бывший врач-анестезиолог, пришел с вещами. И коротко остриженным ему назначили самое суровое наказание из троих обвиняемых. Четыре года колонии-поселения. Плюс лишение права заниматься врачебной деятельностью на пять лет. При этом суд немного смягчил наказание, которое запрашивал прокурор. Продокс в том, что даже если бы казнили, разве нам что-то стало бы легче? Четыре, пять или семь. По сути-то нам-то это ничего не меняет. Мы когда начинали суд, говорили, что хоть как-то, может быть, больше порядка будет в медицине для остальных пациентов. А нам, ну как оно облегчило? Даже если, по-моему, 77 лет дали, ну как оно нам облегчило? Срок три года получил бывший главный инженер. Суд признал его виновным в том, что аппарат ИВЛ был в неисправном состоянии. Гендиректора ЭКМИД-сервиса приговорили к двум годам ограничения свободы. Она тоже не сможет быть в профессии пять лет. От комментариев и сами виновные, и их адвокат отказались. Судебный процесс по громкому делу длился около месяца. Следствие выяснило, сигнал о неисправности аппарат ИВЛ подал только спустя полчаса после начала операции. Девушку несколько раз переводили на ручную вентиляцию легких. До того момента, пока у пациентки не пропал пульс. Прямо во время операции анестезиолог сделал ей прямой массаж сердца, пытаясь реанимировать. После этого ринопластику продолжили, как ни в чем не бывало. Я попросил медсестру ввести адреналин и правой рукой дважды нажал на грудную клетку. Я испугался, поэтому некоторые элементы реанимационных мероприятий присутствовали. Родители на протяжении всей операции были у дверей операционной. По их словам, оттуда выбегала медсестра. Та кому-то звонила. Юлю, отец и мать, после операции увидели не сразу. Анестезиолог сказал медсестрам, чтобы к девушке не подпускали родителей. Мол, не будите, дочке будет плохо. После операции у Юли был вид мертвого человека. И близко не было. Похоже, что она спит. Она абсолютно не шевелилась. Мы попросили ее просто сжать руку. Но рука была абсолютно недвижима. Медсестры говорили, что все идет по плану. И убедили, что если насильственно разбудим ее, она будет мучиться от боли. Я решил проконсультироваться у анестезиолога. Не нравилась пациентка. Он сказал, не волноваться. Она скоро будет в полном порядке. Я спросил, а мне что делать? Шуров ответил, что могу ехать домой. Руководство ЭКМИ-сервиса выплатит родителям погибшей девушки миллиард рублей в качестве моральной компенсации. Плюс еще 75 миллионов материальной. И с КБ этом суд удовлетворил полностью. Главный инженер и гендиректор центра, к слову, свою вину не признали. И намерен обжаловать приговор. Воспользоваться услугами виртуальной приемной можно будет уже в конце этого года. Министерство информации вместе с другими ведомствами по поручению президента разрабатывает масштабный проект в интернет-пространстве. Он заключается в том, что любой пользователь, зайдя на сайт, сможет задать свой вопрос. После чего его переадресуют специалистам, в компетенции которых находится эта сфера. В самые разные сферы. То есть гражданин будет иметь возможность войти в единая точка входа и обратиться как к конкретному министерству, так и задать вопрос просто порталу. А уже этот вопрос будет отсортирован группой, кто будет работать. Поэтому это как раз то одно окно, просто будет такое масштабное, глобальное одно окно в государстве. Сегодня на заседании коллеги Министерства информации подвели итоги 2013 года. В год бережливости удалось экономить около 40 миллиардов рублей. В том числе и за счет реформирования отрасли. Среди последних достижений создание двух медиахолдингов и издательских домов. Кроме того, объединили два крупнейших полиграфических предприятия. Реформирование отрасли продолжит и в этом году на очереди Союз Печать. Предприятия работают успешно, однако современные тенденции требуют нового подхода к логистике и финансовым потокам. Сегодня в Минске чествовали героя Советского Союза полковника в отставке Ивана Кустова. Ветерану исполнилось 90, будучи еще 19-летним мальчишкой после учебы в пехотном училище. Иван Ильич стал командиром стрелковой роты, приняв на себя командование взводом из 29 человек. А в 21 год уже стал героем Советского Союза. Золотую звезду он получил в 1945-м за мужество и отвагу, проявленные при форсировании притока Вислы. Стрелковая рота под его началом прорвала обороны противника и удерживала плацдарм до последнего. Солдаты Ивана Ильича отразили 7 контратак. За два дня рота уничтожила более двух сотен и захватила в плен 25 гитлеровцев. Поздравить юбиляра сегодня пришли родные, близкие и друзья. Включить вот эти цветы и эту нашу высшую награду города вам по случаю вашего юбилитета. Спасибо. Чувствуется забота сумела общество по достоинству оценить те события, в которых участвовал я и внести свой вклад в великую нашу победу. Иван Ильич – это живой пример патриотизма, преданности служения Родине. Мы все гордимся, что Иван Ильич с нами. Мы гордимся, что Иван Ильич сегодня в строю вносит огромный вклад в воспитание граждан нашей страны, в патриотическое воспитание. Наступление Нового года по лунному календарю отмечают в странах Азии. В столице Китая всю ночь грохотали петарды, а небо озарялось огнями тысячи фейерверков. Танцами и громкой музыкой жители Пекина старались отпугнуть злых духов и таким образом заручиться удачей на весь 2014 год. О наступлении Нового года в Пекине озвестили удары многотонного колокола в одном из буддийских храмов. В Китае этот праздник, как и в большинстве стран, семейный. Гуляния длятся не одну неделю, все это время в Поднебесной. Днем и ночью будут греметь салюты, а на столах обязательно появится традиционное для этого праздника блюдо – рыба и пельмени, которые, по поверьям, принесут достаток. И на Белорусский Северный полюс, так называют приграничный поселок Язерище в Ветерской области. Среднегодовая температура по статистике здесь всегда ниже, чем в стране. О названии деревень в округе говорят сами за себя – Морозово, Студенка, Меховое. Здесь же находится и самая северная метеостанция Беларуси. Как переживают холода в самой северной точке Беларуси, Анастасия Бут. Абсолютный минимум температуры воздуха в Беларуси был зафиксирован в январе 1940-го. На самой северной метеостанции страны, в поселке Язерище Витебской области. Причем за последние семь десятков лет этот рекорд так и не был побит. Несколько раз в сутки на метеостанции выполняют замеры. Но температуру в минус 41,5 нынешние специалисты в глаза еще не видели. В 2012 году тогда было, по-моему, и я снимала где-то около 30, чуть больше, где-то может 32-33. Как было, было очень холодно, была большая влажность. Сейчас влажность маленькая, всего лишь 47%. Не стремятся ощутить на себе минусовые рекорды и сами жители поселка, самого холодного населенного пункта в стране. Олимпиада Ефремовна едва успевает подкидывать дрова в печь, чтобы дом не остывал. Я сама троху, хоть я больная сильно, но кое-как топлю эту печку. Варю там супы маленькие, качалочки такие, большие уже не могу. Страдаю, ноги и руки мерзнут. А вот Сергей Лавренов на холод пробирающийся под тулупы вовсе внимания не обращает. Как уверяет, местные рыбаки бегут не к печке, а на Язрищенское озеро. А именно в мороз в основном и клюет крупный лещ. С пол-одиннадцатого до пяти, грубо говоря, практически. И уловдится, ставил, ну, наверное, может чуть больше килограмма. Морозы, выдавшиеся на этой неделе, на Витебщине оказались особенно кусачими. Серьезный минус сегодня фиксируют повсеместно. Повлиял мороз и на работу учреждения образования страны. Сегодня только в северном регионе Беларуси было закрыто из-за минусовой температуры пять школ. Четыре из них в Витебском районе. Чуть потеплеет разве что завтра. Но обнадеживать белорусов синоптики не спешат. Печку топлю. Вот вытоплю печку. Вот там дров лежать, сейчас носила. Вот положила колосы. Я бы не сказала, что нам очень холодно, потому что мы уже привыкли. Мы крайние, тут самый север-север. Поэтому я считаю, что мы довольно-таки акклиматизировались. У нас все как бы так нормальненько. Акклиматизироваться к трескучим белорусским морозам удается не всем. Чтобы избежать простудных заболеваний и переохлаждения, медики рекомендуют поменьше находиться на таком свежем воздухе. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Сразу после нас программа «Столичные подробности. Итоги дня в 22.30» подведет Олег Степанюк. Хорошего вечера на канале СТВ.